В амбулаториях и поликлиниках временно приостановлена плановая медпомощь. В сторону отложили все процедуры, которые могут подождать до улучшения эпидситуации. Совсем недавно подобные меры Минздрав уже принимал, но учитывая растущую заболеваемость, есть смысл их ужесточить. Таким образом увеличивается количество бригад, которые работают на выезде. Белджи до конца года планирует произвести 30 тысяч автомобилей. В этом году у завода много заказов. Работают сверхурочно и выходные дни. Например, экспорт увеличился в два раза. Завод заработал 270 миллионов долларов и около 100 на внутреннем рынке. В планах на следующий год расширить модельный ряд авто, в том числе и в бюджетном сегменте. Школьники и студенты с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без справки до пяти дней. Такая договоренность достигнута между здравоохранением и образованием Беларуси. Сообщается, что норма будет действовать во время периода высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Разрешение распространяется на школы, средние и высшие учебные учреждения. В больнице Марзона произошел пожар. Сообщение поступило около двух ночи. Известно, что дым шел из окна на четвертом этаже. В тумане был весь коридор. Очаг возник в палате кардиологического отделения. Персоналы спасателей эвакуировали 38 пациентов. Пострадавших нет. Повреждены только кровать, постельное белье и тумбочка. Причина ЧП устанавливается. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем. Бобруйский гандбольный клуб «Березина» впервые с 2011-го провел игру в родном городе. Домашней площадкой отныне будет спорткомплекс на седьмом микрорайоне. Что касаемо матча, принимали гостей из столицы РГОР-сборная. Поединок завершился в пользу хозяек площадки 30-27. Сейчас бобруйчанки располагаются на шестом месте в турнирной таблице.